Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дэн! Леша! Что? Спасибо! Баря, а ты че? Мазька поздравим? Че мимо-то? Думаю, с ней нету. Типа в ссоре. Типа в ссоре? Ну, когда я ска на свадьбе уронил, то уже были типа в ссоре. Потом поздравлял. Да. Ну, я тоже поздравлю. Потом тоже. Наверное. Баря, будь мужиком-то. Ладно. Че ладно? Ты не понял? Уйду, цитовку плю. Давай, молодец. Привет. Будешь маффин? Что ты думаешь, я съем маффины и сразу забуду, что ты у меня девушку пытаешься увезти? Да нет. Что ты? Я... Давай просто съедим по маффину в память о нашей дружбе. Мы же оба будем ухаживать за Мишей. И мы наверняка поссоримся. А я честно хочу запомнить тебя вот таким добрым, светлым, моим лучшим другом. Ну и вообще, давай, это же как-то возможно по-дружески решить. Как? Ну, давай по очереди ухаживать. День ты, день я, а дальше кому как повезет. Ага. Придумал. Тебя на день с Мишей оставь, она к вечеру вообще забудет, как меня зовут. Это да. Давай каждый час меняться. Ты даже первый начнешь. Правда? Абсолютно. Ты же мой друг, я тебе уступаю. Хорошо. А когда начнем? Так, у тебя время-то уже идет, у тебя пятнадцать минут осталось. А что ты молчал-то? Так ты не спрашивал. Смотри, только сегодня карту купил. Зовут Валерия. Богатый, холостой, здоровый, какой. В сорок пять лет даже простоти-то нет. Это тоже он в анкете написал? Нет, я просто в туалет ходила, а он в соседнюю кабинку зашел, и я же врач, я по звуку-то. Лёня, Левна. Полина, даже не сомневайся, мужчина огонь. Бери его на своей персоналке и не отпускай, пока не женится. Здравствуйте. Вы сегодня первый раз. Тогда вам в подарок коктейль и, возможно, взять лучшего тренера. Спасибо. Я уже вообще-то взял. Просто для справки лучший тренер в клубе – это я. Может быть, по шпагату. Но чемпионские банки – вот они. Обещал показать, где такие растут. Ты чего? Спасибо. Я сегодня тоже первый раз. Чем займемся? Привет. О, Борь. Ты чего, галстук надел, цветы купил? Что случилось-то? Ничего, с днем рождения тебя решил поздравить. Да ладно! Ты сам решил? Борь, ты герой, ты как это, набрался мужества. И несмотря на всю эту ерунду, которую тогда наговорил, с днем рождения решил поздравить. Да, ерунду я по делам наговорил, во-первых. А во-вторых, день рождения отдельно, ссоры отдельно, с днем рождения. А, это типа я тебя не перевариваю, но сегодня выходной. Засунься эти цветы знаешь куда. Пошла ты, а. Да сам пошел. Давай, иди. Ты можешь не верить в гороскопы, но мой Марс сейчас под таким удачным углом к твоей Венере. Все понятно, астролог. Я нравлюсь тебе, и ты хочешь понравиться мне? Ну, можно и так сказать. Еще один поклонник везет мне. Ну, что будешь делать? О, можешь сводить Мишу в зоопарк. Там жираф с такими грустными глазками. Сразу хочется кого-нибудь обнять. Я даже вот эту песню пишу. Ну и пиши. Володя, ты просил напомнить, что тебе в десять нужно срочно куда-то уйти. А, уже десять? Так у меня тренировка. Просто не повезло. Подожди. А почему мои часы все время на ее тренировки выпадают? Десять? Так у меня же тоже тренировка. Нет, вот пропуск. Тренировка, пропуск, тренировка, пропуск. Почему? График, ты такой грустный. Грустный. Раф, как в зоопарке жираф. Неплохо идем. Так. Олеж. Слушай, уступи мне клиента, а. Чего? Ну, мне просто деньги капец как нужны. На что? Я женщина одинокая. На все. Олег! Я готов. Так. Ага. Эх, качать не прикачать. Слушай, Коль, у меня тут зуб мудрости внезапно вырос, вот побегу удалять. Ты не против, если ты с Полиной потренируешься? Не против. Давай, беги, разминайся. Пожалуйста. Подожди. Спасибо, конечно, но я думала, что ты мне этого отдашь. Полин, это только пробное занятие взял. Хоббит уже десять персоналок оплатил. Самое то для одинокой женщины. Давай, иди, запрягай свою золотую антилопу. Нет, ты понял? Она типа за меня все. Ага, совсем обнаглела. Да я дурак. Ты вообще какого черта, а? Ты мне зачем полчаса все это рассказываешь-то, а? А затем, Леша, если ты мне дашь еще один такой дебильный совет, тебе работать будет просто негде. О! То есть, на подарок не скидываешься, я так понял? Нет. От себя подарю. Вот это. Трусы, что ли? Нет. Задницу. Хороший символ того, как она себя ведет. Ага. Ну, тут так-то символ поточнее можно найти. Секс-шоп все-таки бывший. Леша, поди мне на советы, а! Я все понял. Ты заранее узнал о расписании Мишиных тренировок. Конечно. Я еще и маффины купил. Да пошел ты со своими маффинами, а следующий час тоже мой. О-о-о, старик. Это все равно, что у девушки по вызову требовать лишний час, потому что ты не смог. Учись использовать свое время. Хорошо. Ну и куда ты собрался? У меня еще две минуты есть. Да ты шнурки дольше завязываешь. И чтоб ты знала, Володя переспал с половиной клуба. И не только нашего. А еще он ноги бреет. Ну все. Уложился. Нихау. Так, это ваш план питания. Вам нужно немножко подсушиться, поэтому белок будет даже в десерт. Спасибо. Может, пообедаем вместе? Дело в том, что у вас диета белковая, у меня углеводная. Несовместимы, увы. Давайте десять минут на дорожке. Здрасте. Я так понимаю, с Валерием не получилось. Но ничего, если одна почка отказала, всегда есть вторая. Он? Я посмотрела его файл. Холостой IT-директор. Козерог отличный вариант. А не слишком ли молодой ваш козерог? Да что ж ты молод? Зато карьерных перспектив в вагоне. Я только что его отшила. Значит, придумай, как порешите обратно. Борь. Я работаю. Борь, прости меня, пожалуйста. Ну, Алекс просто не позвонил, меня не поздравил, а я… Я расстроилась и как дура на тебя сорвалась. Да. Нет, это ты меня прости, Ася. Просто сам виноват наговорил тебе и… А Алекс он позвонит. Сто процентов позвонит. Просто дозвониться, наверное, не может. Они же сейчас из Евросоюза вышли, насколько я помню. Борька, ты такой хороший. А. Борис Борисович, вы просили упаковать подарок для Асярка. Катьевна. Ты мне подарок приготовил? Ну-ка. Это что, задница? Какая задница, Ась? Ты чего? Это не задница, это сердце твое. Большое всепрощающее сердце, которое, я надеюсь, и меня простит за всю ерунду, которую я тебе наговорил. И еще наговорю. Сто процентов. Прости, пожалуйста. Да моб наговорили, Борь. Друг другу. Ну, вообще. Забыли? Да, забыли, конечно. Борь, мне идти надо. Ага, так. Иди, конечно. Спасибо за сердце. Пожалуйста. Это мамин сольный концерт. Сто человек пришло, представляешь? Для велончелиста — это как лужники собрать. Кошмар, кошмар, Анна Николаевна. Да я сам в шоке. Ужас, ужас, ужас. Не помешаю. Да я думал говорить, не говорить, но он же мой друг. Я решил, что вы тоже должны знать. Обнимаю. До свидания. Да, мам. Секундочку, подожди. Тут мама дальше такое сочетарианом вытворяет. Да ты слушай. Да. В смысле я вздумал портить свою русскую дворянскую кровь непонятно какой китайской? Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы с тобой свободно пели, Где было так привольно нам с тобой… Все. Слышали, Анна Николаевна? И хочу заметить, это малая часть классического репертуара Миши. Так же в ней течет дворянская кровь. Да. Убедил? То-то! Миш, это… Это было потрясающе. Специалистам понравилось. Спасибо. А что это за конкурс такой? Пока секрет, но уверяю, что это, возможно, самый важный конкурс в твоей жизни. Коля, вижу, ждешь меня на обед. Поэтому сдаюсь. Выбирай ресторан. Если что, я ем все, в принципе, кроме лобстеров. Но если ты настаиваешь, конечно, ради тебя могу и потерпеть. Ну и… Ну и отлично. Иди переодевайся. Десять минут и жду тебя у лифта. Ага. Кофе налей. Полина? Правильно? Да. Дело в том, что вы мне понравились, и я хотел бы пригласить вас на обед. В идеале романтичники, конечно. Сейчас… Я рад, что ты согласилась. Какую кухню предпочитаешь? Ну, на мой вкус, так на мой вкус. Значит так, я переодеваюсь и через десять минут у лифта. Плотный. График. Как? Как можно не поздравить свою любимую женщину с днем рождения? Как? Ну, может, забыл. Как можно забыть день рождения своей любимой женщины? А ты помнишь? Конечно, помню. Двадцать шестой февраля девяносто третьего года. Третья Московская областная больница. Это Асин. А Евин? Конечно. Двадцать шест… Двадцать четыре… Три… Капец. Я что, до сих пор Асю… И… Что теперь делать? Да. Не ко мне. Подождите, подождите, сейчас. Борь, ты вот сейчас, если татуху набьешь, ты этим Асю не вернешь. Да я не для Аси, я татуху бью, я… Подождите, сейчас. Я для себя эту татуху бью, для того, чтобы назад пути, дороги не было. Я себя знаю, я потом струшу, а сейчас, короче, надо это просто сделать и все, закрыть тело. Подождите, я просто иголок боюсь. Да больно, нет вообще. Ну что, колем? Колем. А-а-а-а! Ты что сделал-то? Боря! Борь! Боря! Слушай, а ты можешь ему временную нарисовать? Кто тебе заплатит, как за настоящую? Бей! Не вопрос. Ты можешь сказать Коле, что я передумала? Ну, мол, не знаю, включить дуру. А потом выключать, если с Валерием не получится. Раскладывай яйца по разным корзинам и ходи с ними на свидание в разное время. Людмила Алексеевна, куда раскладывать, как? Они оба ходят в клуб, один по-любому знает, что есть другой. Ну или один не должен знать, что другой — это другой. Представляешь, у меня в детстве была кроватка made in China, пижама made in China и игрушки все made in China. Получается, я на китайской культуре вырос? Миша! Я к тебе на персоналку записался. Пойдем? Сейчас? Ну, когда еще? Лучшие годы проходят, а я еще ни разу в жизни от прекрасной девушки пал по голове не получал. Ну, окей. Окей, да. Рафик, потом покушаем. Потом покушаете? С детства мечтал заниматься кендо. А? Тренировка. Сансей ждет. Прости. Валерий, а как-то у нас с вами все так внезапно получилось. И я не против. Просто совсем из головы выпало. У меня же брат из Салихарда прилетел. Он пять лет ни с кем, кроме белых медведев и не разговаривал. В общем, соскучился. Мы можем наш обед с вами на завтра перенести. Ну что же, лобстеры с удовольствием подождут до завтра. И я потерплю, конечно. Спасибо. Я все понимаю, конечно, семья — это святое. До свидания. До завтра. Брат, давайте мы только наш с вами обед афишировать не будем, хорошо? Он у меня сводный, наполовину армянин. В общем, горячая кровь, сами понимаете. Все. Ну что, Коль, пойдем? Привет, Коль. Слушай, я и не знал, что ты у нас наполовину армянин. Не понял. Ты о чем, пап? Пап? Да вот. Сам спроси. У сестры своей, которой ты из Алихар долетел. Валин. Пап? Представляешь? Твой брат еще и мой сын. Нехао. Представляешь? Оказывается, я тоже с детства мечтал о киндо. А у меня сейчас персоналка. Серьезно? Да. А в журнале записано, что у меня. Не знаю, как так получилось. Ты чего хитрозадый? Вольно же! А ты чего? Хитрозадый — это ты! А я хитроголовый. Два раза меня. Ай! Я тебе сейчас... Скажите, это... Это точно безопасно? Конечно! Безопасно киндо — только шахматы. Она моя! Ты бабник, ты нытик! Мам! Я так тоже хочу палкой драться. Мы, пожалуй, другую секцию поищем. Да, нет? Куда нет? Она моя! Она моя! Она моя! Я тебе сейчас... Алло, самураи! Брейк! Да я его сейчас... Давай! Первое право на татами. Дело только то, что говорит учитель. Понятно? Извини. Так что делать-то? Валить в раздевалку. Первое занятие окончено. Спасибо. Вы извините еще раз за обморок. Давай. Главное, не мочи пока. Ага, все. Хорошо. Пошли, Люк. Так, смотри. Святит ее сразу. Целую. Говорю, что люблю. И женюсь. Тоже сразу. Ты сначала с Евы разведись. Забыл. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Потом. Я бы никогда не забыл про твой день рождения. Я просто очень долго думал, что же тебе подарит и решил, что ты достойна самого лучшего. Меня. С днем рождения. Спасибо. Фух. Асия Королева. Будь моей женой. Аська. С днем рождения. Спасибо. Да кто ж знал, что он сын от первого брака и у них с отцом разные фамилии. А я вообще стою и думаю, может это просто не мое? Это вся охота на мужчин. Выше грудь. В море много рыбы. Миша, привет. Привет. Ты нам обоим очень нравишься. Да. Но мы друзья. Да. Поэтому давай ты сама выберешь. Пожалуйста. Ребята, вы знаете, что в Китае девушек очень мало. И поэтому из двух парней выбирают только неудачницы. Ага. Но я же не в Китае, я в России. Ага. Ладно. Подумаю. А пока будем дружить втроем. Лех, ну что, ну скажи спасибо, что я просил время на татуху набить, пока ты в отключке был. Через неделю сойдет, не упарись. Да. Привет. Только сейчас увидела твой пропущенный. Что, хотел? Да нет, ничего, я просто... Сейчас домой поеду. Может и домой купить? Сам приезжай. Люблю. Скучаю. И я тебя. Люблю. Чего же делать-то? Ага. Но так несленно легко. Всё рядом, хорошо. Всегда свободен. Сколько свободен. Слепен, жdar не всегда, больше всего. Но тебе ageologists... Субтитры сделал DimaTorzok